В этой бане, что в переулке Репина в Самаре, до недавнего времени предлагали не только попариться, но и отведать спиртного сомнительного качества. Нелегальная торговля алкоголем – это изначально и стало причиной проверки заведения. Видно, что кустарным способом, вот он прожженный в некоторых местах, то есть перегретый, видимо, то есть не соблюдена технология усадки данного колпака. Визуально признаки определенной контрастфактности, они присутствуют. Документов, подтверждающих качество алкоголя, как и лицензии на продажу в заведении, не оказалось. Тем не менее, администратор, она же бармен спиртное, отпускала без лишних вопросов. Знаете, что торговать алкоголем без разрешения нельзя? Ну, я насчет разрешения не могу вам сказать. Они просили, я им продала свою бутылку. Вы давно работаете? Я три месяца. За незаконную торговлю алкоголем предпринимателю грозит крупный штраф, а вот за организацию проституции придется ответить по статье Уголовного кодекса. В момент проверки в заведении находилось несколько девушек. Я не отсюда. Откуда вы? В Челябинске. Цель приезда сюда? Я проездом. Я, если честно, приехала погреться. За деньги не продавалась. Погреться приехали и эти трое мужчин, которые представились таксистами. По их словам, какие услуги, помимо традиционных, оказывали в бане, понятия не имели. Зато полицейские уже составили для себя примерную картину. Было установлено, что администратор бани вызывает клиентам девушек, которых привозят специально обученные люди. Девушек они оставляют клиентам. Эти девушки были установлены. Они дали соответствующие показания в отношении лиц, организующих этот нелегальный бизнес. В отношении лиц, получивших денежные средства за оказание интимных услуг, избрано административное наказание в виде 10 суток ареста. Данные лица сейчас находятся в спецприемнике. Владелец заведения так и не появился. Кто он, сейчас выясняют полицейские. Павел Баймаков, Константин Головин. События.